Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки из Шатра Авраама. И сегодня мы начинаем учить еженедельную главу, которая называется Трума. Я хочу напомнить, что мы изучаем вторую книгу Пятикнижьи Маше, книгу Шмот. И мы с вами говорили, что книга Шмот, ее можно разделить на три таких больших события. Три больших события, и мы сегодня переходим к третьему событию. Первое событие, это был выход из египетского рабства. И мы можем сразу брать эти образы и применять их к себе сегодня. Что такое египетское рабство? Это образ жизни, который привел человека к воплю перед Богом. Вот если в двух словах сказать, это было и физическое угнетение, это было и моральное угнетение. Вот бывает, так живет человек, а потом говорит, Господи, за что мне все это? И вот это было первой точкой выхода из египетского рабства. И мы видим, что, ну, даже не важно причина, по какой у человека бывает такой вопль, да, не очень важно, но мы видим, что два решения приняли люди. Кто-то принял решение не успокаиваться, не опускать руки и не дать себе в этом рабстве, как говорится, остаться навсегда. И принял решение выйти с помощью Бога, избавиться и поменять что-то в своей жизни. А кто-то просто опустил руки и тихонечко остался и умер в Египте, и ничего менять не захотел. Вот, поэтому мы всегда должны брать отсюда урок, что нельзя оставлять все как есть, всегда надо обратиться за помощью к Богу, всегда надо найти в себе с Божьей помощью силы и что-то менять, двигаться вперед, и человек может с Божьей помощью менять все в своей жизни. Вот, следующий большой этап мы можем увидеть, это вот две последние главы. Это принятие Торы, дарование Синайского откровения на горе Синай для всего человечества. Очень интересный момент. Можно назвать это так, Божественное откровение, соединение духовности, вот то, что называется Божественная воля, Божественная мораль, с возможностью все это воспроизводить людьми в физическом, материальном мире. Даны были законы, правила поведения, мораль для общества. И все это стало приведимо, чтобы духовные, вот эти Божественные принципы, они наполнили сердца людей, они наполнили материальный мир, все, что человека окружает. И все это, конечно, посредством выполнения тех заповедей, тех законов, которые Всевышний дал людям на горе Синай. Очень интересно, мы видели две главы, и Тро глава, и глава Мишпатим. И они немножко отделяются, вот дарование Торы, ну, можно разделить как бы на две части. В главе Итро мы видели, ну, целое событие, гора дымилась, люди слышали голос Божий, души человеческие вылетали и заходили обратно. Все слышали первые две заповеди, ну, были такие возвышенные вещи какие-то, да? И тут же сразу в главе Мишпатим мы видим совершенно наоборот. Детальная реализация всевозможных юридических законов, всевозможных тонкостей, что когда читаешь законы Мишпатим, кажется, ну, разве Богу есть до этого дело? Кто кому должен вернуть долг, кто кому должен какие-то, погасить материальный ущерб, да? То что мы видим? Мы видим вот как раз в двух этих главах, что такое Тора на самом деле. Что Всевышнему есть дело до каждой мелочи в нашей жизни. И кто кому деньги должен, и кто кому должен зарплату вовремя, и как эти деньги потратить, и как относиться к людям, попавшим в проблему, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Знаете, я посмотрел фильм один, и вот он мне очень так напомнил вот эти вот две главы, да? Что часто люди говорят, ну, вера в Бога – это что-то такое великое. Когда мы говорим о вере в Бога, мы подразумеваем какие-то чудеса, какие-то там такие сверхъестественные события. А вот эти маленькие детали мы выпускаем. Я вот недавно фильм посмотрел, ну, такой фильм интересный про службу ФБР. И вот мне запомнили слова одного ФБРовского начальника. Потом он расчувствовался и своему другу рассказывал. Он говорит, я пришел на эту службу, чтобы оберегать мир своей семьи. Но я потерял свою семью. Ну, и показываются события. Очень хороший, четный человек, патриот. Но все время он уделял своей работе, своей карьере. Вот за возвышенными вот этими пошел всеми идеями. И по концовке что? Его жена не выдержала, его дети не выдержали. И жена ушла, он хороший человек, жена хорошая женщина, дети все хорошие люди. Причем даже он там что-то вспоминал о Боге. Вот. Но что мы видим? Что вот эта наивность и самонадеянность, они не заменят вот божественную мудрость. Бог на горе Синай дал нам маленькие детали, маленькие тонкости, приоритеты. И вот я задумался, вот посмотрел, ну это художественный фильм, но идея это очень банально. Ведь многие люди так, в погоне за какими-то большими идеями, общечеловеческими, такими масштабными, они теряют самое важное, что Бог дал человеку. То, что заключено именно в маленьких деталях. Как относиться к своей жене, как относиться к мужу, сколько времени уделять своих детям. И вот эти маленькие-маленькие тонкости. Я подумал, что если бы этот человек действительно знал Тору, не просто он верил в Бога. Я еще раз говорю, наивность и самонадеянность, она не поможет человеку построить свою жизнь. А вот эти законы и правопорядки, которые Бог дал на горе Сина, эти маленькие тонкости, вот эти все вещи, как относиться друг к другу, как относиться к деньгам, за что платить, за что не платить, вот эти все эти тонкости, это на самом деле очень важно, но, к сожалению, мир обозвал это Ветхим Заветом. Это изучается очень мало, мало людей понимают ценности этого до сегодня. Но мы верим, что все это будет меняться, и Ветхим Завет займет свое достойное место в сердцах людей. И тогда и люди изменятся, и этот мир изменится, и все станет по-настоящему, так как Всевышний этого и хотел. Вот, и мы сегодня в нашей главе, вот эта Трума, мы переходим к третьему этапу, который будет, по-моему, пять глав, если мне не изменяет память, самое большое количество глав в этой книге. Это построение храма, детальное описание всех предметов, все, как строилось, кто что приносил, кем это все строилось. И в этом, конечно, есть для нас много мудрости. Мудрецы так дают девиз вот этого явления построения храма, «На всех путях твоих познавай его». На всех путях познавай его, потому что Всевышний сказал, построите мне вот это святилище, и обязательно запомните все образы шатра и образы каждого предмета. И вот образ шатра и образ предметов каждого предмета до сих пор дает нам много мудрости, много каких-то тонкостей. Я рекомендую вам послушать в прошлый год уроки про эти же главы. Можно повторять, просто брать на канале YouTube урок Трума прошлого года. И мы там детально изучали, я помню, в прошлом году каждую деталь, что она значит, что она значит в душе каждого человека. В главе Трума две главные идеи. Написано, что «И сделают они мне святилище, и я буду обитать среди них». И среди них наши мудрецы говорят вообще «в них». И в душе каждого еврея, и во взаимоотношениях еврея между евреями. Я буду обитать. Они построят мне святилище, то есть какое-то сооружение, типа временного храма, переносного жилища. А я буду обитать не в нем, не в этом жилище, а я буду обитать в них и среди них. Это одна идея. И вторая идея, что каждый человек, который находился в еврейском народе, так или иначе должен был принять участие в созидании этого сооружения. И мы как раз сегодня посмотрим, что это были за приношения, о чем здесь идет речь. И, конечно, как всегда, получим уроки для себя. Сказано, что вот это вот слово «трума» переводится как «возношение». Возношение, приношение, можно по-простому сказать «пожертвование». Весь народ собирал что-то, все что-то приносили, все что-то собирали. Но глубже вот это слово «трума» переносится как «возношение». То есть идея такая, что они принесут, и это поднимет, вознесет их. То тут мы понимаем, что для кого нужны были эти приношения, для кого нужны были для поднятия самих этих людей, которые все это созидали. И сразу задается вопрос, этот вопрос задают комментаторы Торы, этот вопрос. Ну, у любого человека он будет внутри всегда. И царь Давид говорил, небеса небес не вмещают тебя. Ну, как ты можешь находиться в каком-то доме, да? Как ты можешь ограничить себя вот этим вот жилищем? И наши мудрецы, ну, очень много есть комментариев по этому поводу. Если Бог вездесущий, мы же говорим, что Он вездесущий, Он везде. Нет места, где Его бы не было. Как интересно, недавно Майсу я вспомнил, ребят, услышал, что один мудрец, когда он был еще маленький, и он сидел в Израиле на площади, и подошел один человек, и хотел над ним немножко пошутить. И он говорит, я дам тебе целый динар, если ты мне покажешь, где твой Бог, где он находится. На что мальчик ему ответил, я тебе дам два динара, если ты мне скажешь, где Бога нет. Так и тут, если Он вездесущий, то зачем нужен вот этот шатер? В чем его, и тем более Сам Всевышний дает ему указание, сделай в точности все по образу мною сказанного? И объясняют нам наши мудрецы, что Бог же безграничный, так же? У Него же нет никаких физических границ. Но мудрецы объясняют, что то, что Бог безграничный, то это может тоже стать ограничением. Это может стать ограничением. А мы знаем, что Он всемогущий. И поэтому, как безграничный может поместить себя и проявить свое присутствие в нашем ограниченном мире, вот это и есть урок, который мы изучаем из этого храма. Что всемогущество Бога, Он как вне времени, Он так и внутри Него. Он так и вне человека. И так же, самоодновременно, Он и внутри человека, внутри каждой человеческой души, если человек пустит его в свою душу. То есть, одновременно и безграничный. И одновременно Он может раскрыть свою безграничность в нашем ограниченном маленьком мире. Так же Бог может проявиться в жизни каждого человека. Бог может проявиться в жизни какой-то определенной маленькой семьи. Бог может проявиться в какой-то, например, определенном количестве народа, в стране и во всем мироздании. И вот именно примерю, моделью, такой пример-модель является вот это святилище, сочетание безграничного в ограниченном. И мы можем увидеть прямо вот модель святая святых, одно из трех вот этих помещений храма. То там было интересное описание. Само вот это пространство святое святых, оно было 20 локтей. 20 локтей. И сам ковчег был 2,5 локтя. Но когда брали метр и мерили, от одного края ковчега до угла было 10 локтей. И брали от другого края ковчега, мерили до другого, было 10 локтей. Мерили сам ковчег и было 2,5 локтя. Но когда мерили от одного до другого края, было 20 локтей. То есть представьте, какое небольшое такое чудо. Там он есть, он имеет размер, но этот размер не имеет размера. Вот такое чудо было в святом святым. И вот так вот Всевышний, когда человек говорит, ну Бог в моей душе или Бог в моих поступках, он там действительно может быть, если человек живет по заповедям, если человек действительно пустил Бога в свою жизнь, в свою душу, старается жить по заповедям, то он там действительно есть. Но линейкой ты его никак не померяешь. Безразмерный, великий Всевышний, но он будет проявляться в твоей очень ограниченной, лично в твоем пространстве, лично для тебя. Вот это вот урок, который мы изучаем из построения этого храма. И что мы знаем? Что Бог сотворил этот мир, вообще все мироздание, чтобы сделать его своим домом. Да, ну мы видели, что еще в Ганедене, в Эдемском саду люди нарушили божественную волю, как говорит Медраж, выгнали Всевышнего из своего сада, который он создал, потому что они сделали такие условия жизни, что Всевышний не захотел находиться рядом с ними. Но в принципе, вот эта вот идея Всевышний всегда хочет, чтобы люди восстановили это мироздание и вернули Всевышнему его владение, потому что Всевышний творил этот мир. И он хотел, чтобы этот мир был его домом. И поэтому мы можем рассматривать идею храма как бы в трех таких направлениях. Ну, во-первых, это стратегия, определенная данная еврейскому народу в пустыне. Во-вторых, нам мудрецы объясняют, что это личное святилище, которое каждый из нас должен построить в своей жизни. Вот этот образ храма, образ каждого предмета. Храм – это я. Каждый образ предмета есть в моей душе, есть в моей жизни. И надо вот так вот рассматривать, когда мы разбираем все эти тонкости. И как говорят, что когда человек преображает себя, то он начинает преображать и участок вокруг себя. Также, когда человек начинает брать законы Всевышнего, все эти заповеди, старается жить по ним, то, конечно, и вокруг него все меняется, и в его семье меняется, с друзьями меняется, в том обществе, где он был. Он начинает влиять на это. И поэтому идея храма также рассматривается как мироздание в целом. Мироздание в целом. Но мы будем рассматривать в таком аспекте, что как человек должен превратить свою жизнь вот в такое святилище. И так и было сказано, что Всевышний дает эти указания Маше и говорит, сделай все в соответствии с тем образом шатра и с теми образами предмета в нем. Так же пусть все делают и в будущем. И мы немножко поговорим, ну, несколько уроков, что нам сегодня дает вот этот образ шатра. Как это вообще, ну, выглядело в пустыне для еврейского народа? Вот вы мне построите вот это святилище. Но слово святилище, оно не совсем раскрывает идею, то, что там сказано, потому что на еврите там написано слово Мигдаш. В другом месте этот же переносной храм называется Мишкан. И вот эти два еврейских выражения, они больше нам раскроют сущность этого вот, образ этого строения. Что такое Мигдаш? И мы знаем, что когда евреи шли по пустыне после выхода из Египта, они останавливались везде станом, у них были разные остановки. Там было, как наши мудрецы утверждают, 42 перехода, 42 остановки в пустыне. И как они останавливались? Они ставили этот переносной храм, Мигдаш, святилище, скиния его называют, шатер откровения. Там есть много названий, как он называется. Вот этот вот переносной храм ставили в середине стана. Рядом выстраивались шатры левитов. Было три колена левитов, которые смотрели за... Разбирали этот шатер, собирали его, служили в этом шатре. Все, что там происходило. А дальше располагались вокруг левитов, располагались все 12 колен Израиля. То есть мы можем увидеть, что вот этот Мигдаш, он находился в центре всего народа Израиля. И Всевышний говорит, что вы мне его постройте, а я буду обитать среди вас. Среди всех вас. И в вас, и среди всех вас. Это станет центром вашей жизни. И вот что такое вот это слово Мигдаш? Говорят, святилище, слово святой. Часто же люди не очень правильно это понимают, слово. Но я, например, знаю многих людей, которые считают, что святой это вот с нимбом на голове. Какой-то такой без всякого изъяна. Ну, вот святой человек, говорят. И считают, что это просто такой безгрешный. Но это же на самом деле слово совершенно другое. И чтобы глубже понять это слово, мы можем взять пару еврейских обрядов. Вот, например, ну все знают, что такое есть шаббат. Седьмой день недели, который Всевышний дал еврейскому народу, по-особенному этот день надо проводить. Это все было записано в Торе, как закон для еврейского народа. Вот есть такая традиция устраивать трапезу. В пятницу вечером, как бы встреча субботы, начало вот этой субботы в каждом еврейском доме, во всем мире причем это так, устраивается шаббатная трапеза. И за шаббатной трапезой там поют молитвы определенные. И потом делается обряд, который называется кедуш. Вот услышали, там был Мигдаш, а тут кедуш. Тот же самый корень, да, кедуш. Кедуш это особенная молитва, благословение над бокалом вина, говорится. И что происходит в результате этой молитвы, в результате этого кедуша? Эта трапеза превращается в особенное, совершенно отличное от шести дней недели еды. Например, та же самая еда, которую человек кушает шесть дней в неделю. Тот же самый стол. Могут быть те же самые гости, там твоя семья и гости. И шесть дней недели это просто ты кушаешь. Но когда в седьмой день недели, когда произносится вот это кедуш над бокалом вина, эта молитва, что она делает? Она делает эту трапезу не такую, как шесть дней недели, а уникальной, особенной, отделенной. И вокруг этой трапезы присутствует совершенно другая атмосфера. Совершенно другие силы работают. Хотя с виду вроде бы выглядит все то же самое. Есть другой обряд, например, как выглядит еврейская свадьба. Обряд называется кедушин. Как это происходит? Человек, мужчина, женщина, они готовы связать узами брака, как называется, свою жизнь. Хотя брак плохое слово. И что там происходит? Он одевает ей кольцо и говорит, ты посвящаешься мне, вот тоже вот это слово, посвящаешься мне этим кольцом. Этот обряд называется кедушин. Что это значит? Это значит, все девушки, как девушки, много красивых, много одинаковых. До этого дня я мог выбирать. Но теперь все, я отделяю тебя для особенных отношений. Ты особенный, ты отделенный от всех. Есть много разных хороших. Мы можем дружить, мы можем работать, мы можем общаться, мы можем что угодно. Но у нас не будет с другими интимных отношений. Мы не будем строить одну семью, мы не будем воспитывать общих детей. А тебя этим обрядом, кедушин, я отделяю как особенное, как уникальное. И вот теперь мы можем понять, что такое Мигдаш. Всевышний говорит, есть много разных строений, много разных зданий. Но вот это посреди вашего стана. Это здание отделенное, оно особенное, оно уникальное. И я избрал его для того, чтобы это стало центром вашего внимания. И вот здесь вот есть, ну, очень интересный для нас урок вот сегодня. Вот просто любой человек, понимая вот эту идею, образ шатра, как я сегодня могу для себя это увидеть, да? Сегодня часто люди как говорят, вот спроси у человека, ты веришь во Всевышнего? Он скажет, ну да, но если ты чуть-чуть глубже разберешься, то есть как бы вера в Бога для него, ну, как очередное явление. Он там деньги зарабатывает, еще что-то, еще что-то. Оно-то так и должно быть. Но ты не почувствуешь в разговоре с человеком вот этого трепетного отношения, что он находится в центре, что связь с Богом и идея веры во Всевышнего, и связи с Богом, что это для него вообще самое центральное в жизни явление, что это отделено от всего, что это именно в центре. Оно главенствующее в его жизни. Я сейчас не имею в виду сектантское поведение. Знаете, как часто бывает, что человек бегает, что не спроси, у него все, Бог, Бог, глаза такие горят, все. Ну, совсем не это. Но когда человек со знанием дела, вот как этот стан был выстроен, было огромное количество шатров, там были 3 миллиона человек. Но вот этот находился в середине стана, это был центр жизни всего народа. И когда такое отношение, когда у человека внутри есть такое понимание сегодня, что все, что он делает, делает с Божьей помощью. Делает с трепетом перед Всевышним. Деньги зарабатывает. С женой общается. С мужем общается. Детей воспитывает. Долги раздает. Штрафы дает. Ну, все, что нас сегодня окружает, все он делает с Божьей помощью. И старается понять божественную мораль, божественные законы. Он это изучает. Он это применяет. И он внедряет в это в своей жизни. И тогда, конечно, когда Бог у тебя во главе всего, то тогда он, конечно, находится и в тебе, и среди всех своих отношений. Поэтому эта идея, даже сегодня, она очень актуальна. И теперь немножко давайте поговорим об образе предметов. Я как раз вот хочу напомнить. У нас же сейчас заканчивается месяц шват еврейский. И 10 швата, если вы помните, была такая торжественная дата во всем еврейском мире. Это была такая двойная дата. Во-первых, ушел из жизни шестой Любавический Рэбе, глава поколения еврейского народа, в 1950 году. И в 1951 году седьмой Любавический Рэбе принял на себя вот эту ответственность быть, ну, главой поколения еврейского народа. Это очень большая ответственность. Рэбе просили, чтобы он взял на себя эту ответственность, потому что, ну, он вначале считал, что это для него слишком, ну, слишком такая очень серьезная миссия, что, может быть, есть люди, которые подостойнее, чем он. Но его выбрали и попросили возглавить его стать седьмым Любавическим Рэбе. И вот шестой Любавический Рэбе, у него был очень такой интересный философский труд. И когда седьмой Любавический Рэбе принял на себя эти полномочия, он продолжил вот этот вот труд философский, которое было, как бы, закладом служения еврейского народа в нашем поколении. Потому что мы можем увидеть, что в каждом поколении, ну, были разные времена. Просто сказать, например, во время Холокоста, во время войны. Ну, какое было служение еврейского народа? Сохранить знания, выжить. Ну, теперь пришли другие времена, уже выжили. И теперь надо было подняться из руин. Надо было воспитывать будущее поколение. И вот это Любавический Рэбе положил вот этот философский труд, который описывает вот формат служения еврейского народа вот в этом поколении, в котором мы с вами живем. И, конечно, здесь можно увидеть не только формат еврейского народа. Он много говорил о народах мира, о общении, о взаимодействии евреев и народа мира. Очень такой интересный философский труд, большой. И называется, вот этот труд называется «Боси Лыгани». И он основан на основе книги царя Шлома «Песнь песней». Песнь песней начинается такими словами. «Я пришел в сад мой, а там сестра моя невеста». И Рэбе объясняет, что вот эта вот идея, то, что говорил царь Шлома, она, этот стих, как бы метафорически относится к периоду завершения храма. Что Всевышний пришел в сад свой и посмотреть, как его невеста, как обстоят дела. Всевышний вернулся на землю. И Рэбе говорит, что это стало возможно, когда построили вот это вот святилище, когда построили вот этот храм. То божественное присутствие снова стало, как бы, раскрываться вот в этом материальном мире. И он говорит, что «Постройте мне святилище». Вот эта вот идея, да, она актуальна вот сегодня в жизни каждого еврея, в жизни каждого человека. И он сказал, что такое «Постройте мне святилище». Что это работа над собой, которая подразумевает два этапа. Это я стараюсь очень коротко, сжато, несколько вот моментов, как Рэбе объясняет служение, что значит строить храм сегодня для каждого человека. И он говорит, первый этап – это избегай зло. Это отказ от запрещенного. А что значит служить Всевышнему? Человек должен понять его законы, понять желание Всевышнего. И убрать из своей жизни то, что Всевышнему не нравится, все, что запрещено, все, что неправильно. Надо принять усилие, сделать попытку, да, и с Божьей помощью очистить все это из своей жизни. Но следующий этап – это «делай добро». И что такое «делай добро», что дисциплинируй себя даже в разрешенном. То есть есть вещи запрещенные, это понятно, их надо выкинуть из своей жизни. Но часто человек живет как попало, как придется, суетится, много тратит времени просто так, много занимается всякой чепухой, суетой. А я говорю, ну я ж ничего запретного не делаю. Ну и хорошего. И Рейб говорит, что мы живем с вами в такое время, что мы должны даже в разрешенном дисциплинировать себя. Даже в разрешенном дисциплинировать себя. И он приводит такой пример. Я буквально несколько цитат. Он показывает на строительство храма и святилища. И он берет цитату, что «сделайте его из дерева шитим». В Торе сказано, ну переводят как «из дерева акации». Где-то комментаторы говорят, что это был кедр. В общем, на иврите написано «сделайте этот храм из дерева шитим». И там используются, он берет слова «доски на иврите кереш, а бруски на иврите шекер». И он говорит, шекер и кереш – это те же самые буквы. То есть, чего делает святилище? Слово «кереш» – это «доски», шекер – это «бруски». И те же буквы «шекер» – это «ложь». Слово «ложь». И он объясняет, и что такое дерево шитим? Вот это вот слово «штут» – это глупость. И Ребе берет вот эти вот еврейские слова. И он говорит, как вообще человек оказывается в греховном, в безбожном образе жизни? Что человеку прилепляется глупость. И человек идет за этой глупостью, идет за ложью. И поэтому в его жизни все становится плохо. И Всевышнему это не нравится. И человек приходит к такому негативному состоянию. То что надо сделать? С чего начинаются перемены? Он говорит, что доски, вот это вот, твое святилище, с чего начинается? Что ты убираешь ложь из своей жизни. И делаешь из этих брусков свое святилище, только отвергая ложь. И используется здесь вот это слово «шитим штут». И он использует это слово каким образом? Он говорит, откажись от лжи. И с такой же силой, как ты делал глупости, с такой же силой, вот это «штут», с такой же силой делай добро. И мы возвращаемся к вот этим двум этапам. Вот я хочу привести такой пример. У нас есть очень интересный пример. Два человека, которые названы праведниками. Например, Ноох, сказано праведник в своем поколении. И Авраам, который тоже назван праведник. Он уже жил после Нооха. И он назван отцом множества народа и как пример для всего человечества. В чем была их разница? Что Ноох, он как раз жил в то поколение, когда его задача была выжить. И он как раз таки отказался от зла. Вот если бы спросили его, он мог четко сказать, я никого не убиваю. Я ни у кого не ворую. Я не поклоняюсь идолам. Я не прелюбодействую. Я не пошел за ложью. Все говорили, что это хорошо. Что все так живут. Я не пошел за этой ложью. Я отверг этой ложью. И я строил свой ковчег. Этот ковчег, это тоже как святилище. И на этом ковчеге уплыла его семья. Он спасся от этого потопа. Он спас свою семью. Но он назван праведник в своем поколении. Почему это ограничивающее явление? Потому что дальше мы можем видеть человек по имени Авраам. Но Авраам как раз взял вот эту глупость человеческую. И с такой же силой перевернул ее на добро. Построил шатер с четырех сторон входы. Всякий проходящий мимо заходи. Поблагодари Бога бесплатно кушай. Но разве это не сумасшествие? Другой бы человек мог сказать. Ну я вот немножечко. Я же никому ничем не обязан. Зла не делаю. Так вот Рейба говорит, что мы с вами живем в такое время. Что сегодня каждый человек уже имеет знание о Боге. Имеет уже все раскрыто. Уже Авраам все показал. Что такое милосердие? Что такое благотворительность? У людей есть все козыри, все возможности преображать этот мир и выполнять божественную волю. И сегодня это могут делать все народы. Потому что Авраам показал пример всем народам. Что такое добро, что такое милосердие. И каждый человек должен это сегодня делать. И делать это вот с такой вот силой глупости, как люди грешат. Потому что когда люди грешат, они делают это с таким задором. А когда они служат Всевышнему, они делают это так лениво. Так отрывают от себя без задора. Так вот он говорит, в последнее время надо служить с таким задором. Вот с этим вот. С вот этой вот святой глупостью. И только так можно изменить этот мир, который находится сегодня в глубокой, как сказать, яме. И мы можем увидеть интересный момент. Рэбе там добавляет, что по дороге из Египта, Всевышний называет себя бог воинств. А евреев называет армия, армия Ашема, армия Всевышнего. Я как раз сегодня собирался утром и увидел, а у моего сына, ну, на шкафу, висит его обещание. У них в школе было такое. Он, даю обещание быть примерным солдатом Ашема, армия Ашема. Ну, это дети в первом классе давали такое обещание быть воином. Они вот это все изучали, вот этот вот философский труд изучали, вот 10-го швата. И им рассказывали, что такое быть солдатом Всевышнего. Что не просто, а солдатом, чтобы делать работу вот с таким вот рвением, чтобы служить Всевышнему, чтобы распространять знания Торы, чтобы учить Тору. И Рэбе объясняет, вот, чем военный отличается от гражданска. Да, военный, он дисциплинирован во времени. У военного все четко, он все время озадачен, он не будет тратить время по пустякам. У него нет на это времени. Вот. У него есть свой род войск. Да, то есть у него есть кто-то там летчик, кто-то танкист, кто-то пехота. У каждого есть то, чем он может улучшить этот мир. И так же есть у каждого человека. Он говорит, что у каждого человека есть что-то, что он может, чем-то может улучшить этот мир. Просто надо захотеть это сделать и надо приложить к этому участию. И дальше он говорит, что король обеспечивает своих солдатов. То есть, когда человек так относится к Всевышнему, старается улучшить этот мир, да, то и Всевышний так же сам, он беспокоится о людях, считает их особенной своим подразделением. И так же сам помогает людям во всем. И как идея, что верующий человек сегодня должен был причастен, да, к распространению добра и милосердия, делать это с азартом, делать это во имя Всевышнего, а не просто так холодно, я верю в Бога. Поэтому, как говорится, кто имеет уши, тот услышит. Ну и хочу несколько слов сказать по поводу нашей главы Трума. Так как мы говорили, что, ну, все должны были принять, все общество, да, вся община Израиля должны были принять участие в построении вот этого вот Микдаша, святилища. И наша глава начинается, что Всевышний говорит Маше, чтобы он передал народу, чтобы они принесли три вида вот этого приношения, три вида Трумы. Три раза слово Трума используется. И если мы посмотрим, он скажет, пусть они принесут приношение для меня от каждого. Дальше он говорит, сердце которого пожелает приношение для меня, пусть принесут. И третье, вот приношение, которое вы будете принимать от них. То наши мудрецы там усматривают интересные, конечно, такие моменты, что немножко есть глубина разности вот в этих трех видах Трумы. В первых двух сказано приношение для меня. Первое приношение от меня от каждого человека. И наши комментаторы объясняют в дальнейшие, в других главах Торы, это раскрывается, что это было за приношение. Это было приношение полшекеля серебряного. И для чего это все приносилось? Из этого были сделаны подножья храма. Если бы мы с вами это бы назвали, наверное, фундаментом. Вот сегодня как делают фундамент? Заливают бетон, а наверх сооружение, чтобы оно плотно стояло. То в древности, что выливали вот такие серебряные чаши, в которые вставляли потом эти бруски. И получается вот эти чаши, они были фундаментом. На них вложили пол. И фактически они держали все сооружение, но их не было видно. И интересно было сказано, приношение для меня. Там, где говорится для меня, тоже мудрецы задают вопрос, разве Всевышнему нужны какие-то материальные блага, то правильнее понимать во имя мое. То есть какие-то вещи, которые мы делаем во имя него. Ну, например, я могу помочь человеку, потому что мне просто жалко человека. Ну, мне для этого не надо быть и верующим человеком. И мне не надо просто, ну, помог человеку и помог, потому что мне его жалко. Вот я добрый такой, такой хороший, мне его жалко, я ему помог. А могу вообще не хотеть помочь этому человеку. Вообще не хочу, жадный я. Но делаю это ради заповеди Всевышнего. Потому что я считаю, что Всевышний хочет, чтобы я так поступил. И вот это вот можно назвать приношение для меня во имя мое. Что если бы не по заповеди, если бы не по заповеди, я бы сам этого не сделал. Я бы вот не отдал бы. Вот не отдал бы свое. Не отдал бы свои деньги. Например, там на операцию кому-то. А лучше себе, своим детям, свою семью. А зачем же я так и да отдал. И можно это назвать для него. Но ему-то это не надо. Во имя него. Это приобретает немножко другой совершенно акцент. И поэтому вот это приношение приносилось от каждого одинаковое. От бедного не меньше, от богатого не больше. Тоже такой интересный момент. Мы в прошлом году разбирали эти все моменты. Что в каждом вот этом жертвовании есть тоже вот образ предмета. Он дает нам какой-то урок. И здесь так, если коротко посмотреть, что Всевышний смотрит на каждую душу одинаково. И он хочет, чтобы мы так смотрели на каждую душу одинаково. Потому что внешний человек может быть более успешный, более богатый, более достойный. Но это все внешние факторы. Но есть вещи, которые как Бог на нас смотрит. Эти факторы могут быть по разной причине. И здесь вообще то, что с тобой сегодня ты успешнее кого-то, это даже может быть и не твоя заслуга. Ты вырос в такой семье, в других условиях и так далее, и так далее. И Бог хочет, чтобы мы по большому счету друг на друга всегда давали шанс друг другу. Всегда видели душу человека, которую ценит Бог. И ценит он одинаково каждую душу. И такое отношение друг к другу, оно делает жизнь гораздо интереснее и гораздо правильнее. Ты уже меньше судишь другого человека. Ты стараешься помочь, если ты можешь это сделать. Почему? Потому что ты видишь в каждом человеке, в каждой, кто рядом с тобой. Ты видишь человека, которого Бог так же ценит, как и тебя. В каких-то моментах Бог ценит нас всех одинаково. Это очень важный урок. Объясняют нам наши мудрецы, что вот эти полшекеля, интересно было. В чем сказано полшекеля? Был определенный брусок серебряный. И надо было его распилить и принести половину. И мудрецы объясняют, что даже чтобы распилить этот брусок, тебе должен был помочь другой какой-то человек. Он должен был поддержать тебя, чтобы ты мог распилить. И ты должен был помочь ему. И так объясняют, что значит среди них. Бог может быть как в твоей душе, так и во взаимоотношениях твоих и твоего соседа, твоего друга, другого человека. Вы сделаете святилище, а я буду жить среди вас во всех ваших взаимоотношениях. В вашей взаимовыручке, в вашей реакции друг на друга. Как вы помогаете друг другу и так далее, и так далее, и так далее. Следующее пожертвование, он говорит, сердце которого возжелает. Там на иврите стоит слово, мудрец и так переводит, буквально сердце дышит. То есть сердце вдохновляет тебя. И там тоже сказано приношение для меня. И если вот те первые полшекеля, это было одноразовое, когда делали, ну вот эти подножия храма, то тоже было ежегодное пожертвование на общественные жертвоприношения. Тогда покупали, например, ну скот, который приносили жертвоприношения за весь народ. Сегодня можно это посмотреть, ну иначе. И сегодня тоже, например, люди собираются вместе, чтобы реализовывать, ну то, что они считают для него. Ну, например, воспитывать будущее поколение. Или делать какие-то вот, распространять знания Торы. Для всего же нужны какие-то и финансы, и знания, и силы человеческие. То тут сказано, что сердце которого пожелает, вдохновит его на это. И тоже для меня. То есть, что мы видим? Мы видим, что где-то Всевышний говорит, обязательно что-то должны делать все. А что-то те, кто хочет, он никого не заставляет. Это надо вроде бы для него, но на самом деле это же нужно самому человеку. И это четко сказано в третьем вот этом вот, в третьем приношении. Он говорит, и вот приношение, которое вы будете принимать от них. Золото, серебро, медь, шкуры, масло для миноры, благовония, камни для одежды священников. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, и тут уже не сказано для меня. И что мы отсюда учим? Мы отсюда учим, что каждый человек сам должен быть причастен к божественному. Это выбор человека. Каждый то, что он имел. У кого-то было золото, он приносил золото. У кого-то были шкуры, он приносил шкуры. Кто-то умел шить эти шкуры, он сшивал эти шкуры. Кто-то умел выливать это золото, он делал из этого золота минору. Кто-то имел камни, приносил камни. А священник потом служил в этих камнях. То есть, все были причастны и все вместе делали божественную работу. Ну, например, вот сегодня взять такое простейшее, вот если взять пример Авраама, да, было сказано, что ты научишь потомство свое идти путями Всевышнего, то у любой, например, общины сегодня есть задание, ну, вырастить следующее поколение, а также воспитать детей, воспитать молодежь, проводить уроки, проводить всевозможные занятия. Для этого всегда кто-то что-то должен, есть учителя, кто-то дает на это деньги, кто-то дает свои знания, свои таланты, из этого состоит община, из этого состоит община. И Всевышний говорит, когда каждый вот так вот будет смотреть на это, и я тогда буду обитать среди вас, то есть в каждом из вас. Вот, и отсюда мы понимаем, что вот эта вот идея, пусть построят мне Мигдаш, и я буду обитать в каждом, и в ваших отношениях друг с другом, и эти отношения будут распространяться шире, 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 потому что каждый человек сможет повлиять на кого-то. Да, построить это святилище вначале в своей душе, потом в своей семье, и потом дальше, шире распространять свое влияние. Вот, и хочу вернуться немножко к этому рассказу про офицера СФБР, да, если бы он понимал вот эти тонкости, вот эти последовательности, так я уверен, что он бы и в профессии состоялся, и семью бы не потерял. Ему надо было просто немножко мудрости, немножко понимания приоритетов, что жена это он сам, что его семья это первая зона ответственности его. Если бы он немножко мудро бы созидал святилище, понимал бы эти законы, эти божественные принципы, то он бы и там состоялся, и там состоялся. Ну, я думаю, на первом уроке мы закончим. Всем хорошей недели.